МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хозяева этой квартиры уже больше года отравляют жизнь соседей неприятным запахом. Его источником, скорее всего, послужил ремонт, проведенный из небезопасных материалов. Именно работа соседской вытяжки, говорит Мария, стала причиной всех бед. В ее квартиру поступают неприятные запахи. Проводившие проверку специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение фенола, из-за чего, уверена женщина, ухудшилось здоровье дочери. У нее сложный врожденный порог сердца, и она дышит. Ночью очень тяжело дышит, и не спит из-за гула. В квартире действительно ощущается сладковатый запах. Так пахнет фенол. Ситуация не менялась, и Мария обратилась в суд. Правда, решение не чинить препятствий пользованию жилым помещением вызвало у нее еще больше вопросов. Суд вынес решение, непонятное судебным приставам. Нет слова «демонтаж», поэтому отказывается нам помочь. Соседка подтвердила, что проводит ремонт на кухне. Но в ее квартире запаха фенола нет. Вытяжку, уверяет, включает только, когда готовит обед. Да и проверки вентиляционной шахты никаких нарушений не выявили. У меня все отлично. У меня все не вниз дует, у меня вверх все уходит. Я не понимаю, каким образом ей вот эти пары могут идти вниз. Это на второй этаж. Мне же с четвертого не идет. Тем не менее, по жалобе Марии, коммунальщики запланировали еще одно обследование ее квартиры совместно с Роспотребнадзором. Превышение по фенолам – это превышение из строительных каких-то материалов. То есть фенол может содержаться в какой-то мебели в новой, в строительных материалах. Вполне вероятно, что источник запаха находится в квартире самой Марии Губаевой. Чтобы убедиться в этом, женщине необходимо обратиться в независимую экспертизу. Процесс не дешевый, но ведь речь идет о здоровье. Юрий Шумков, Олег Кузнецов, Городской дозор.